Господи, Син, с нами будем, и так оборазмуй Тебе, помощник от скорбь неима мы. Господи, Син, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Эта ночь, предстоящая для всех русских людей, имеет огромное значение, потому что в эту ночь был расстрелян, убит последний русский император Николай Александрович Романов со своей семьей. И в Екатеринбурге особенно будет совершена Божественная Литургия, центральное событие в жизни Церкви на месте убиения царской семьи в храме на крови. И затем будет 20-ти километровый крестный ход по пути следования святых, по пути их останков до монастыря в урочище Ганина Яма, где эти останки были уничтожены. И это действие – маленький подвиг, маленький труд. Можно спросить, ну а неужели Богу важны наши мозоли, наши усилия? Зачем делать такие внешние физические усилия? Ну, конечно, Бог, Он смотрит на наше сердце. Но поскольку человек – это не только душа, есть у него тело, есть у него дух, он такой трехсоставный, из трех элементов состоит, и личность человека, она отражается в его троичности. И без тела душа – это не человек, и тело без души – это не человек. Мы созданы духовно-телесными существами. То состояние тела, оно напрямую влияет на состояние души. И очень часто именно благодаря телу душа приходит в духовное движение. Чем мы отличаемся от ангелов? Тем, что у них нет телесности. И, следовательно, их волевой выбор, он в вечности совершен однажды. Человек, он может, пока находится в теле, может выбирать бесконечно. Он каждый день может начать новую жизнь. И в этом надежда на спасение, что человек не безнадежен. И как бы он ни запутался, он может вернуться на твердую, светлую, чистую дорогу. Но для этого необходим подвиг, движение. Из заболоченного пространства, в которое часто превращается наша жизнь, нужно выйти на верную дорогу. А для этого нужно слушать и слышать церковь. Потому что церковь, она так устроена. Она никогда не будет согласна тем, что называется «жилие на батарее». То есть, если человек приходит в расслабленное состояние, то церковь, она, ну, по своей сути, поскольку в ней живет Христос, и церковь, это его тело, вот эти клетки, которые перестают проявлять жизнь, церковь не может принимать спокойно. И весь уклад церковной жизни, он все время вперед и вверх, вперед и вверх. И молитвенно, и в воспитании себя в добродетелях, и в развитии духовной жизни, и так далее. И вот церковь, она призывает, призывает к спасению через Евангелие, через святых отцов, через проповеди по Евангелию по святым отцам, через сам весь свой строй, через богослужение. Потому что это подвиг для современного человека, полтора-два часа постоять на одном месте, сосредоточившись, потому что вот эти телефоны, вообще весь мир, он человека рассеивает, он не может себя собрать, он все время живет вне себя. И вот крестный ход — это возможность потрудиться Богу своими ногами, своим сердцем, своими устами, потому что будем идти и молить святых царственных страстотерпцев, чтобы они молили Бога о нас. И многие застойные вещи, многие тромбы, которые задерживают движение крови в нашем организме, они пробиваются вот этим стремлением немножко понудить свое тело. И какие-то нерешаемые вопросы, они вдруг сдвигаются, потому что Бог видит наше усердие, наше стремление изменить жизнь. Пусть таким простым способом пройти за иконой царственных страстотерпцев, пройти вместе со своими братьями и сестрами, за своими священниками. Но этот подвиг, он дает духовный импульс, который может принести прекрасный добрый плод. Встречаемся все на вечернем ночном богослужении в Екатеринбурге. Ну а кто из иных городов, будьте с нами молитвенно через трансляцию телеканала «Союз». Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!